МИД и Венкил говорят о себе эти ребята. Это значит мы ивенки. Школьники из Телемджинского, Зейского, Тындинского районов и даже из Китая приехали в Амгу на первую олимпиаду по ивенкийскому и орачонскому языкам. За часом нужно было ответить на вопросы, описать по-евенкийски подвижную игру этого народа, вспомнить ивенкийское стихотворение и рассказать о себе. В олимпиаде участвовали и юные китайские орачоны. Орачоны и ивенки родственные народы. Они хорошо понимают друг друга. без переводчика. Для этих ребят задания были на арачонском и китайском языках. Как и некоторые ивенкийские школьники, они нарядились в свои национальные костюмы. Мой наряд мама сделала своими руками. Это традиционный костюм арачонов. Украшения на голову плела тетя, а мама собирала в круг. Я живу со своей бабушкой и с ней говорю по-арачонски. Но больше на китайском. Мне так проще. Этот видеоролик приготовили ивенки из Селимджинского района. Презентацию участников Олимпиады смотрели преподаватели и члены жюри, пока дети решали задания. На видео школьники по-евенкийски рассказывают о бытии и культуре ивенков. Между тем, в Преамуре только четыре школы, где изучают ивенкийский. Один урок в неделю. При этом в быту дети предпочитают использовать русский. Педагоги обеспокоены. Говорят, ивенкийский язык умирает. Вообще он у нас забываться начал еще в годы, когда в интернатах мы жили в свое время. В 70-х годах. И постепенно дети же все в интернаты попали. Родители в тайге кочевали. Естественно, язык забываться стал. Я даже помню, что нам в интернате запрещали на ивенкийском языке говорить. Дети фактически не понимают, не говорят на ивенкийском языке. Но мы пытаемся. Хорошо, что у нас работа поставлена в садике. По возрождению языка и культуры. Наша задача привлечь внимание к изучению ивенкийского языка. Повысить, может быть, как-то увеличить учебные часы, учебных планах школ на изучение родного языка. Потому что ситуация такая, что дети не говорят. И некоторые уже совсем не понимают. Нужно бить тревогу и что-то делать, чтобы спасти язык нашего коренного населения. Сколько в Преамуре людей владеет ивенкийским, сказать сложно. По примерным оценкам в мире всего около 14 тысяч носителей вымирающего языка. В основном это представители старшего поколения. Такие олимпиады в ОМГУ планируют проводить ежегодно. Организаторы надеются, что сохранить ивенкийский удастся. Говорят, пока жив язык, жив и народ. Василина Садовенко, Кирилл Захаров, Альфа Новости.